Здравия желаю! Итак, значит, вчера мы, значит, показывали, что на 220 мотор не запустился, как я хотел, так как ионистра, вот ионистра, 10 штук, а надо 20 минимум. То есть он стронулся было и тут же, как говорится, кончился заряд. Поэтому сегодня я подготовил, значит, схему менее мощную. Надеюсь, завтра она запустится. Вот, значит, нашел такой мотор с возбуждением. То есть он будет возбуждаться от батарейки. Батарейка на 9,12 вольт, не менее 7, нет, 7 врук, не менее 5 ампер, не менее 5 ампер. Ну, есть у меня батарейка, вон она. Там ампер еще 20, вот она, 20-30 есть. А второй генераторный, ну, он у меня послужит как двигатель, так как если поставить наоборот, толку не будет. Это 460, если, допустим, это дать ему, допустим, 6000 оборотов, тут все равно на выходе будет 100. Ну, а здесь 6000 оборотов он возьмет 200 ватт. То есть получается, кпд 50 процентов смысла нет. А мы сделали наоборот. Вот эта сотка. На него подадим не 12, а 24 вольта. Вон 3000 оборотов. По расчетам, значит, я запускал, но ничего не греется. Военные, видать. Ну, сгорит-то сгорит, не жалко. Для опытов-то. Но я думаю, не сгорит. То есть при подаче на него 24 вольта, он выдвигает 6000 оборотов и берет 100 ватт. Я вчера мерил. Через счетчик, через вольтметр, через амперметр, 4 там с чем-то ампер, 24 с половиной вольта. То есть 100 ватт. 100 ватт, 100, 100, 110 максимум. А этот тогда, при 6000 оборотах, этот может выдать половину свою мощность. У него 400, 200, 300, 250 ватт. Завтра посмотрим. То есть завтра будем запускать вот эту схему. Почему я сделал? Да потому что ее вот от этого вот можно не применять инвертор. Как вот видели, запускал через инвертор и за этого может и не хватило. Как инвертор, когда я вчера смотрел там, измерял, инвертор при нагрузке может сам жрать 50 ватт. Поэтому не хватило. То есть, а это будет вот два конца. Прямо к ионисторам. То есть, без всяких инверторов. 24 вольта подадим и вот отсюда, вот, коричневый и белый, коричневый и белый. Будет подаваться напряжение и ток. А эти вот два на батареечку какую-то. Можно на эту, можно поменять, на 5, 10 ампер батареечка. 12, 9, 12 вольт. Ну, в общем, не меньше 9 вольт надо. То есть, тут две катушки вот сверху. Они соединены последовательно. Электромагнит. То есть, ее надо катушку намагнитить электричеством. Она намагничивает. И тогда отсюда выдают ток. У него там есть и остатки все магниты. Но тогда, если крутить, допустим, без намагничивания, без батарейки, максимум 8, 8 вольт. Постоянного тока выходит. То есть, это, ну, нет смысла крутить там 100, а 8 выход. 8 даже, если это будет там 10 ватт максимум, 15 ватт. То есть, приходится через батарею. Поэтому желательно найти, вот это есть, вот такой мощный еще. Ну, такой мощный-то вряд ли он потянет, потому что этот оборот, этот легко, легко крутится, а это, а такие они не так уж легко крутятся. Так, у них так. Устройство там такое. Вот здесь специальное устройство. То есть, сделано по-другому. Маховик, сам сам ротор как маховик. Поэтому, такой на 200 ватт, на 300 ватт, это будет тянуть. Вот так. Ну, в общем, завтра будем запускать вот эту модель. То есть, по расчетам производительности ее, значит, на выходе 230 потребляет 100 ватт. То есть, 100-130 ватт должна выдавать чистый энергии. Завтра посмотрим. На этом все. До свидания.